Мы возле Ужонда вместе с Азаматом. Азамат, привет. Здравствуйте. Как твои дела? Все отлично. Все отлично. Мы с Азаматом забрали только что его песель, и теперь он у него на руках. Напомню, что песель это тот документ, без которого в Польше вам будет очень трудно, особенно на первых порах. Песель нужен для того, чтобы получить какую-то поддержку в медицинских учреждениях, для того, чтобы обратиться в агентство, именно в польское агентство при трудоустройстве, при открытии собственного бизнеса, при поступлении в заведение учебное. В общем, без песеля вам будет даже трудно взять велосипед на прокат. Азамату мы открывали песель прямо в Варшаве, так как Азамату надо ехать работать в другой город, и мы не хотели его, скажем так, оставлять с проблемой наедине, и решили ему открыть его здесь. Азамат, напомни, пожалуйста, в какой город ты едешь? Я еду в город Млава. Млава, отлично. Так, ну что, у нас песель на руках, останется нам теперь с тобой открыть банковский счет, чтобы тебе приходила туда зарплата, и пойдем на офис, подпишем договор. Все верно? Да. Отлично, ты в предвкушении? Да, очень. Класс, пойдем. Агазамат, ты прямо с карантина, правильно? Да, я только что. Как дела? Как прошел карантин, устал или наоборот, рад, что закончился? Конечно же рад, но относительно карантин прошел быстро. Быстро? Чем занимался? Сидел с друзьями, посмотрел фильмы, ознакомился с культурой Польши. Здорово. Скажи, пожалуйста, ты откуда приехал? Я приехал с города Алматы, с Казахстан. А долго приглашение ждал? Приглашение ждал в течение месяца-полтора. А визу быстро вас открывают? Визу достаточно быстро, в течение недели или в десяти дней. Отлично, здорово. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы и где ты здесь планируешь работать, в каком городе и на какой фабрике? Я планирую поехать в город Млава и буду работать сортировщиком продуктов. Скажем так, да, продуктов. Готов? Ну, да, заинтересован, интересно узнать. Готово. А может, что-то уже тебе рассказывали по этой вакансии? Что будешь делать? Вакансия. Я буду сортировать овощи, я как понял. И, ну, я думаю, это достаточно легкая работа. Ну, и, в принципе, меня только заинтересовалась ставка вверх. Да, здорово. Так, мы уже тебе договор сейчас с тобой подпишем. Правильно. У кого у нас приглашение у тебя есть. Так, ну, давай тогда сейчас мы с тобой подпишем договор и уже передадим в руки представителям компании, где ты будешь работать и приступим к делам. Скажи, пожалуйста, у меня еще к тебе такой вопрос. Какие у тебя планы на перспективу? Ну, для начала я хочу попробовать поработать, посмотреть, как в Польше. Но, в целом, как уже освоюсь, я думаю, купить себе машину и, в целом, хотел бы попробовать поехать в Венгрию. Венгрию, да? Хотел бы, да, увидеть город Будапешт. Здорово. Сил много, энергии много, желаний много. Да, в принципе, только начинаем, так что, да, я бы сказал. Здорово. Ну, я не сомневаюсь, что, судя по твоей энергией, у тебя все получится, от чего я тебе желаю. Ну, может, давай тогда в ответ ты что-то пожелаешь нам и людям, которые тоже вот чуть-чуть сомневаются. И, может быть, я думаю, ты сможешь им помочь. Я думаю, если, не попробовав, не узнаешь, то можно сперва поехать, посмотреть и узнать, как его это самому. Надо прочувствовать. Здорово. Я с тобой абсолютно согласен. И надеюсь, что в скором времени я поеду в Венгрию и случайно на одной из знаменитой площадей мы с тобой встретимся, и ты расскажешь, как у тебя дела. Да, конечно. Все, я замат. Я желаю тебе успехов и давай подписывай договор.